Здарова, братяги! Приветствую на моём канале! Короче, давно у нас уже не было таких нормальных, типа, влогов на фоне розетки. Давно я никаких подкастов, типа, не проводил. Ну, это не совсем подкаст, так просто... Небольшой трендёж, небольшое объявление по поводу игры на канале, которая называется Cyberpunk, новая от CD Projekt. Недоделанная, к сожалению, нормально. До ума недоведена. Вот, поэтому о том, какие мои планы на эту игру в дальнейшем, я решил пока приостановить её летсплей и приостановить съёмки, потому как у меня сейчас немножко всё подлагивает, подтормаживает, поэтому пока что я её просто сворачиваю, да, выкладываю эти серии, которые у меня уже отсняты. У меня там отснято три серии. Вот, и я их быстренько все выложу. Потом просто сохраню себе эту сохранку, и уже после того, как я нормально либо прокачаю себе системку, что-то мне надо, мне надо процик, короче, новый, либо же, либо уже, либо уже они реально там пеленут такой невъебенный патч, и этот патч невъебенно прокачает игру и реально оптимизирует, она реально будет летать на хотя бы средне-высоких настройках, и то уже будет хорошо, потому что у меня сейчас тупо средняя, там некоторые тени даже понизил до низких. То тогда, да, я согласен, тогда можно будет вернуться с этой же сохранки. Я не буду заново переснимать, ни хера персонажей создавать. Вот эту вот линию я буду гнуть, гнуть эту линию до конца. Вот, тогда вернёмся. Пока такая вот новость, пока такие планы с Киберпанком. Не спешу я с ним, ну, будет, когда будет. Вот, можно будет пока что уделить внимание другим играм. Вон, доснимаю Papers, Please, потом, может, ещё какой-нибудь шутер сниму. У меня есть уже там по плану кое-чё, короче. Вот, и самое главное, то, о чём я хотел рассказать, надеюсь, я вложусь минуты в три об этой истории. Конечно, не хочу много позарить. Короче, я... У меня этот год, 21-й, начался с того, что я освоил для себя, наконец-то, VR-приколи. Я освоил VR. Ну, я не купил его, нет. Если вы думали, я его купил, то нет, вы ошибаетесь. Я его не купил. Ну, слишком дорого, плюс там игр на него маловато. Так, что это просто, знаешь, баловство для мажоров, я так считаю. Ну, какие игр на него реально сейчас не так уж там и много, что так прям... Вот, самая-самая крутая игра, из-за которой я бы ещё и купил, но это всего лишь одна игра, которой я именно готов из-за неё вот купить VR, но она одна пока что. Это Half-Life Alyx, потому что она реально крутая, шедевральная, плюс это же Half-А, ну, сам понимаешь. Вот, ну, пока что нет, пока что не хочу, не могу, да и зачем пока, я не вижу смысла. А вот есть у нас VR-клуб, короче, открылся недавно. И я пошёл туда, пошёл поиграться в VR, короче, ну, довольно прикольно эти, скажу, впечатления. Ну, мне понравилось. На тебя надевают эту херню. Такая огромная херня, короче. Она огромная. Чем-то даже немножко давит так на глазах, вот эти очки, типа, на ремень, типа, всё затуживается, короче. Надевают, короче, наушники, и ты полностью тупо изолирован от внешних каких-то там звуков, ты ни херища не слышишь, что вокруг тебя происходит, ты не видишь и не слышишь. То есть ты слепой, ты глухой, ты вообще тупо немощный. И всё, что ты можешь сделать, это кому-нибудь пизды дать в виртуальной реальности. Это всё, что ты можешь сделать. Ну, или въебаться головой об стену, если ты решишь, что там всё происходит так же самое, как у тебя, и ты начнёшь ходить по комнате, а там не надо ходить по комнате, там просто ворочаешься, там нажимаешь кнопочки, и ты передвигаешься там в самом VR-е. Ты, типа, ты можешь реально въебениться в стену, и тебе будет очень неприятно, если ты въебенишь себя головой в стекло, ты что-нибудь разобьёшь. Хорошо, если голову, а плохо, если что-нибудь другое. Ну, короче, вот. Я поиграл сначала, короче, психанул, начал с такого, типа, как бы шутера, где ты стоишь на месте, не помню, как называется, и там фигня в том, что ты, короче, стоишь на месте в метро, и на тебя херачат орды зомбарей, короче, такой стоишь, ну, там вот тебе даются эти джойстики в две руки, там очень всё замучено, то есть я сначала не мог найти, где, блядь, взять пистолет, там написано что-то, take a gun, что-то там from your belt, я забыл, что belt это пояс, я его, блядь, искал везде, тупы под ногами, иди, только не искал, потом хоп, смотрю, а у меня на поясе что-то светится, похоже на пестик, я такой туда, ну, вот эту руку с джойстиком подношу, она, роба, в руке появился пестик, типа, я такой хопа, цельюсь, цельюсь, прошёл туториал, короче, прошёл тренировочку, потом уже зомби на меня повалили, и тебе скажу, блядь, было стрёмно, было ссыкотно, они тупо идут на тебя, и ты понимаешь, ну, вроде как это, ты умом понимаешь, что это не на самом деле, всё, они на тебя хуярят, и ты такой, бля, что делать, начинаешь в них стрелять, сначала я был немножко на панике, на испуге, тупо их косил, но на испуге косил нормально, а потом уже так прилучился, понял, что нихера не мне не сделать, после первого укуса, когда слышу сзади шаги, короче, хопа, разворачиваюсь, там, блядь, тело на меня уже, прям, перед моим ебалом, короче, и начинает тебе в плечо угрызаться, я понимаю, что, блядь, ааа, что происходит, я его въебал рукой по голове, и получилось так, что оказалось, что можно руками их бить, я понял, короче, что можно их руками валить, и тупо подпускал их к себе, а потом, хуя, нэ, 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 скнэ, пытался по печени ударить, но туда не брало, короче, только по морде, надо было луп пить, ну, в общем, прикольная была игра, потом уже, ну, я 15 минут, получается, в нее поиграл, и мне немножко так уже, и рожа немного запотела, и все, следующая была игра, я Алекс таки решил начать, ну, начал, там, дошел, там, до какого-то момента, я там тупо, ну, знаешь, не играл, а просто, это было же для меня, как бы, первый опыт, я все, что вижу, все детальки, а там, Алекс, она довольно-таки физика, как вот это у нее, прям, прям, физика-физика, как в халфе, когда-то еще, когда она только выходила, для всех было шоком, когда ты мог там какие-то стульчики переворачивать, когда все предметы, которые стоят, ты мог просто развалить, нахуй, в старых играх, что такого не было, в старых играх, ты просто, ну, идешь, смотришь, предмет, тупо прирост к столу, и ты хоть его двигай, хоть ногой бей, хоть стреляй в него, ничего не происходило, а когда вышла вот халфат вторая, еще, вот там вот физику уже более-менее начали уже, что-то физика, ты чу, я когда впервые поиграл, я, блядь, ахуевал, когда ты мог, тупо, кинуть гранату, там, и стулья разлетаются, и тарелки летят, короче, все подряд летит, ну, движок, короче, был тогда уже переработанный, новый, типа, а это было прикольно, ну, вот, и когда я одел VR на голову свою, короче, то тоже смотрю, что там можно и швабру было брать, я взял швабру, пошел с ней куда-то на второй этаж, потом в лифт с ней зашел, потом вышел на улицу с этой шваброй, пронес ее в руке, тупо, нажимая там кнопочку на джойстике, оно, типа, захватывает, так, я тут кнопочку удерживаю, короче, оно захватывает швабру, ты с ней, блядь, идешь, ты выходишь на улицу, там голуби сидят на перилах, короче, я этой шваброй, блядь, по голубям, ну, все было прикольно, потом, естественно, я увидел локацию, где там был столик, на столе лежал карандаш, а рядом пыло стекло, типа, ну, что было с этим дальше, понятно, Саня, не надо, иначе просто и быть не могло, вот, дальше, в принципе, я там дошел до куда-то, до второй, походу, главы, там, тебе уже пистоли давали, ты уже мог стрелять, но пока мне никакие там, знаешь, враги не попадались, я больше просто ходил, я хуевал происходящее, как будто это, знаешь, у меня перед глазами происходит, вот, как будто я реальностью это смотрю, и все больше ощущал, я там взял дополнительные 15 минут, а там сначала на 15 брал, потом еще на 15, уже полчаса в нем ходил, в этом VR, тупо, ощущал уже, что харя моя потеет, что по харе течет вот так вот отсюда, откуда-то солба пот, пот уже попадает на усы, сусов капает, соль такая капает тебе на язык, блядь, я уже так понимаю, что это все хуйня, надо уже с ней снимать VR, когда там уже это, ну, короче, доиграл, и вот, скажу так, что, может, конечно, может, там в помещении жарко было, не знаю, но, но, дольше 30 минут в нем находиться, но я не советую, не советую, не знаю, мне как поначалу, может быть, я еще потом схожу, потестирую еще 30 минут, может, уже другие будут ощущения, может, типа, что у меня еще пока первое ощущение от VR, там все эмоции, все удивления, оно смешалось в моей голове, образовалось в пот и начало мне капать по лицу, может быть, из-за этого, я не знаю, короче, но прикол в том, что полчаса, и я уже был весь потный, я был весь мокрый, а если бы там за мной еще кто-то гонялся в этой, алекс, если бы там еще зомби, если бы хедкрафт на тебя прыгал, я бы там вообще, наверное, обоссался, был бы потный и вонючий, и, короче, VR 30 минут, и вот так вот с головой просто хватает, потом перерыв, потом еще 30 минут, и, короче, вот так вот надо в него, думаю, играть, плюс оно на голову тяжелое, оно тяжелое, во-первых, плюс еще наушники, оно все вот это тебе на мозг давит, и ты еще должен там в игре соображать, что тебе надо делать, да, блянь, ну, пока, пока не было привычно, но было круто, было круто, я там где-то сохранился, не знаю, сохранки мои там останутся, не останутся, я еще собираюсь туда как-то сходить, тоже еще поиграю немного, короче, я думаю, что будет круто, в общем, впечатления мои вообще, ну, это прикольно, да, но покупать пока что его, вот, я не вижу просто смысла такие бабки отдавать, лучше куплю себе PS5 и все, но это тоже, это дело, как бы, каждого дела на любителя, если есть лишнее бабло, можно купить себе VR, баловаться, кайфовать, там есть прикольные игры, на самом деле, плюс ты реально ощущаешь, как будто оно все происходит перед тобой, то есть, эмоции, да, эмоции, ты можешь крутые испытать, вот, поэтому вот такие мои впечатлюхи, хотел с вами поделиться, на сегодня, в принципе, все, хотя не, не все, Новый год, я немножко решил преобразиться, когда я буду уже снимать без шапки, то буду снимать немножко вот такой, короче, если я, тупо, побрил волосей на голове, потому что что-то она мне задолбала, я решил пока что попробовать вот так вот, вот так вот, так что, такая обновочка, до новых встреч в новых играх, в летсплейчиках, всем добра, берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok